Не важно, кто ты такой, важно то, что ты сделал. Это не кнопка, чтобы нажать, и ты все, больше не блудишь, священник, святой. Иисус дал тебе спасение, чтобы ты решал свои проблемы, а не кидал на него. Если ты там есть, докажи, что ты есть. Иисус никогда не будет доказывать, что Он есть. Он есть. Это достаточно. Проповедь сегодняшнюю я так и назвал «Три Голгофи». Три Голгофи, потому что там не одна Голгофа, там три их. Ты скажешь, ну там одна гора, гора-то одна, а крестов там три. И для каждого там три преступника по римским стандартам. Шли на крест. Мы думаем, ну три преступника, три достойных смерти, так и написано на них. Идут на распятие. Вроде бы одинаковая судьба. А на самом-то деле каждый из них шел по-отдельному. Вот мы сегодня посмотрим, и ты сам можешь смотреть и думать, а по какой дороге ты идешь на Голгофу? Туда, туда или туда? Это наш личный выбор. Я хочу прочитать место, где уже они троем висят на крестах. Это написано в Луке 23 главе 32 стих. «Вели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий. Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря, «Если ты царь юдейский, спаси себя самого». Знакомое предложение. «Если ты Иисус, если ты Христос, если ты Сим Божий, если ты…» Знаете, они не придумали это сами. Они повторяли слова дьявола. В Матфея 4 главе дьявол два раза сказал Иисусу, «Если ты Иисус, съешь камни, которые могут стать хлебом. Если ты Иисус, бросай себя отсюда, не умрешь. Ангели спасут. Если ты избранный Божий». И вот этот вопрос, если ты сделаешь что-то доказать, что ты, уже четвертый раз задают Христу. Два раза дьявол, потом священники, сейчас римские войны. И вы знаете, Иисус на глупые вопросы не отвечает. Если вы заметите, Сатана два раза спросил это, Иисус не ответил на этот вопрос так, как он хотел. А третий раз Сатана уже пришел к тому, зачем он задавал эти вопросы. И говорит, «Давай, поклоняйся мне, и я дам тебе все царства этой земли». И знаете, иногда я думаю, что дьявол, иногда он умственно осталый. Не всегда он хитрый очень, но иногда как умственно осталый. Знаете, что он говорит Христу? Говорит, «Поклоняйся мне, и я дам тебе все, что на этой земле». Слушай, ты владыке всего космоса предлагаешь кусок земли за поклонение, который тоже принадлежит ему. То есть умственно остальное решение со стороны дьявола. Это все то же самое, чтобы ты сейчас подойдешь к президенту страны, и скажешь, «Если ты послушаешь меня, я отдам тебе деревню Малиновка». Это же смешно выглядит, да? Он же тебе не ответит, не скажет, «Да слушай, это тоже мое». Или оправдаться как-то. Он президент этой страны. Деревня Малиновка находится в этой стране. Это тоже принадлежит ему. Как ты можешь предлагать то, что принадлежит ему? И вот дьявол такой глупый вопрос задает, и Иисус не поддается провокации. Иисус даже не поддается той провокации, что если ты Христос, сделай что-то. Он знает, кто он такой. Неважно, что тебе говорят. Когда ты знаешь, кто ты такой, тебе не нужно доказывать, кто ты такой. Это мы можем поддаваться провокациям. Если ты настоящий мужик, выпей со мной рюмочку. И ты думаешь, я сейчас ему докажу, что я мужик, Бог сделает так, чтобы я не опьянил. И через три часа валяешься на полу, уже три бутылки прошли. Знаешь почему? Потому что ты попал в капкан дьявола. Нельзя мужику доказывать, что он мужик. Ненормально мужику стоять перед зеркалем и сказать, я мужик или не мужик. Это ненормально. Это уже проблема. Это 21 век. Это нужно с тобой вести нормальное собеседование, чтобы он пришел в тебя, чтобы он пошел туда, куда не надо. Мужик, он знает, что он мужик. Женщина знает, что она женщина. Ненормально ради кого-то доказывать, что ты тот, кто есть. Или если ты верующий, сделай мне добро. Продай свое имущество, дай мне, чтобы я долги заплатил. Твоя Библия же так говорит. Если ты верующий, докажи это. Никогда не поддавайся провокациям дьявола. Хорошо? Никогда. Иисус это очень четко вел, и ни одна провокация не могла его снести со креста. Если ты Иисус, сойди со креста. Помните, да, историю? И вот все говорят, он мальчит. Но на этом история не продолжается. В 39 стихе написано. Один из повышенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Понимаете, дьявол, он, ну, не устает. Уже пятый раз ему говорит, если ты Христос, сделай что-то. Если ты Христос, сойди со креста. Я Христос, поэтому пришел, чтобы подняться на крест. Что означает сойди со креста? Я же для этого пришел. Поэтому и я Христос. Прийти на крест, спасать людей. И вот этот злодей, один из злодеев, он пятый раз уже повторяет слова дьявола. Пятый уже. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое. Такая откровенная беседа между тремя преступниками, которые висят на кресте. Три Голгофы. Трое смертных, то есть смертника, которые заслужили смерти, идут на Голгофу. И знаете что? Каждый идет по-своему. Каждый идет по-своему. Первый, который здесь, он идет на Голгофу, чтобы принять свое наказание. Идет на Голгофу, злословит Бога, так написано, злословит Христа. Идет на Голгофу и на последний шанс свой, вместо того, чтобы покаяться, он последний свой шанс тоже использовал, чтобы злословить Христа. Как этот мир сейчас. Люди умирают, ты ему объясняешь, прими Христа, до последнего злословия ты умираешь так. Вот он шел за своим наказанием и условия ставил. Если ты Христос, сделай что-нибудь. Знаешь, в чем проблема? Что иногда христиане заходят сюда. Иисус, если ты есть, помоги, чтобы я больше не курил. Иисус, если ты еще меня слышишь, помоги, чтобы я больше не блюдил. Нравится мне это. Да иди блюди. Иисус не будет тебе помогать. Это не кнопка, чтобы нажать, и ты все, больше не будешь священник, святой. Понимаешь, это твоя забота, это твоя проблема, ты должен его решать. Иисус дал тебе спасение, чтобы ты решал свои проблемы, а не кидал на него. Я вот не могу с женой разобраться, Иисус, разбери наши отношения. Возьми купить святой, приглаши ее в ресторан, свой гордый армянский нос спусти. Спусти свой армянский нос, попроси прощения у нее, скажи, знаешь, я был неправ. Давай будем строить отношения заново. Очень легко, знаешь, кидать на Христа все. Давай ты решай все это. Давай дожка хочет в институт, денег нету. Давай решай. Все, болезни есть, не хотим в больницу, там дорого. Давай решай. Все Иисусу, все Иисусу, давай, если ты там есть, докажи, что ты есть. Иисус никогда не будет доказывать, что он есть. Он есть. Это достаточно. Это доказательство не принадлежит, не подлежит, может быть, правильнее, да? Вот трое идут на крест. Первый шел, чтобы принять свое наказание. Второй, знаете, куда идет? Второй идет, чтобы спасти нас. Тихо, спокойно, без всякой рекламы. Знаете, самое, самое, вот, неописуемое, самое грандиозное, самое, самое, что есть на свете, явление, которое случилось за эти 6 тысяч лет, это хождение Иисуса до креста, распятие и воскресенье. Вот этот процесс. Это самое, самое, что происходило на этом свете. Вы заметили, что он все это делит без всякой рекламы? Нет этих афиш рекламных, вот я иду, крутое, сейчас иду на распятие. Давайте, вот, все собирайтесь, я иду на распятие. Нет, Библия говорит, тихо, спокойно он шел на распятие. Иисайя говорит, он вообще даже ничего не сказал, когда его вели, как агненца, как агненок, он шел и ни слова не сказал. Понимаете, без какой-либо рекламы. Он тихо, спокойно шел спасти нас. Тот шел за наказанием, он, этот второй шел за спасением нашим. Шел тихо, спокойно, без каких-либо реклам. Настолько он был заинтересован в нашем спасении, что когда его, вот, он висел на кресте, вы представляете, человек висит на кресте. Непростой человек. Если эти два разбойника просто были распяты, его побили и очень сильно потом распяли. Когда тебя бьют очень сильно, много крови, по-первых, в часы не болит, потому что у тебя адреналин поднимается и все такое, все расслабляется. Я в медицине много не понимаю, но не болит, потому что не чувствуешь. А через час, два, три эти раны начинают болеть. После этого даже трогать болит. А после этого его привезли на распятие. Не иголку, а целые гвозди, когда все болит. Вот в таком состоянии, представляете, вот римские солдаты ему бьют по рукам, по ногам эти гвозди. Забывают. В таком состоянии он, знаете, что говорит? Я прочитаю еще один раз. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Можешь себе представить? Последний момент. Только что его наронили сильно. Иисус говорит, «Отец, я хочу еще несколько грехов с собой забрать. Прости им». Пускай не будет на него этот грех. Пускай этот римский солдат тогда придет перед твоим престолом, не будет на нем приговор. «Ты распнал Христа». Это прощено уже. Иисус сам тебя просил уже. Он в последний момент еще думает еще несколько грехов украсть у дьявола. Вот такой у нас Бог. «Отче, прости им». Это не просто слава, не просто я такой солидарный сейчас скажу прости им. Нет, это осознанное понятие, что я могу еще несколько грехов забрать на себя, пока есть шанс. Пока есть шанс. Иисус говорит, «Отец, это тоже беру на себя». прости им. Исайя 53 глава, я прочитаю 4 стиха. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Аминь. Первый шел, чтобы принять наказание. Второй шел на Голгофу, чтобы спасти нас. Но я хочу сегодня говорить о третьем. Это уникальный человек. Третий, знаете, куда он шел? Он шел взять свое спасение. Про него знаете, что написано? Он был злодеем. Злодей это означает человек, который делает зло. Такое зло, что за это ему сказали «Ты достоин смерти». Но что-то поменялось на кресте. Что-то поменялось в его жизни. Я прочитаю это место. Луки 23, 41. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Знаете, что он сделал? Несколько шагов. За несколько секунд он сделал несколько шагов. Вот на этом кресте висит ключ нашего спасения, этот разбойник. разбойник это ключ твоего моего спасения. Ты скажешь «Что с нашим братом? Что он говорит?» Знаете, что он сделал? Первое, что он сказал, говорит «Я грешник». Своему другу говорит «Мы с тобой разбойники, мы с тобой грешники, злодеи, и мы заслужили смерти». Он так и говорит. Первый шаг. Он признал себя как грешника, покаялся. Он исповедал себя как грешника. Во всей Библии нет прощения без исповедания. Во всей Библии. Он исповедовал свои грехи. Прямо на кресте, прямо перед Христом. Они же так разговаривают, через Христа разговаривают они, они с обоих сторон. Все проходит через Христа. Он перед Христом исповедовал свои грехи. Он говорит, я достоин смерти. Первый шаг. Второй шаг. Знаете, что он говорит? Эй, другу своему говорит, тот, который посреди нас, он чистый, он безгрешный. Это огнец Божий. Говорит, он ничего худого не сделал, ничего. То есть, он признал Христа как чистый сосуд, как безгрешного. И третье, знаете, что он делает? Понимаете, это не просто слова. Невозможно просто так за две секунды принять спасение, да еще висящим как убийца или не знаю кто. Третье, что он говорит, обращается к Иисусу уже не к своему другу и говорит, Господи, Господи. Знаешь, так трудно сказать кому-то, Господи, который рядом с тобой висит на кресте, да еще избит больше, чем ты, изуродован, потому что Исаия говорит, у него такое лицо было, что мы не могли смотреть на Христа. Мы смотрели, говорит, и мы обращали свое лицо, потому что невозможно было смотреть туда. Настолько он был побит. Вот кто-то висит рядом с тобой в таком лице и ты ему говоришь, Господи. Это не просто слова. Это означает, я верю, что ты Бог. Я верю, что ты Господин. На этом не останавливается. Знаете, что говорит? Четвертое. Две секунды, как легко получить спасение. Четвертое говорит, Иисус, я знаю, что ты придешь, что ты воскреснешь. поэтому говорит, вспомни меня, когда придешь в царстве твоем. Вспомни меня, когда придешь в царстве твоем. По большому счету, знаете, что он сделал? Он нам дал теорему, вот дал как, не знаю, как сказать на русском, но он дал систему, как можно прийти к покаянию. Вот четкую систему, потом пройдет 20-30 лет, апостол Павел перепишет его молитву, перепишет его молитву в римлянам 10 главе, и это будет нашей основной молитвой покаяния. Это у него все вышло, это оттуда все приходит. Мы все чем-то должны ему. Римлянам 10 глава, знаете, что написано? 10 глава, 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению. Павел говорит, если устами будешь исповедовать Господом, помните, да? Господи, вспомни меня. Если устами будешь исповедовать Господом, и в сердце поверить, что он воскрес из мертвых, спасешься. Вспомни меня, когда придешь в твоем царстве. Он уже эту молитву сделал, а Павел просто повторяет, переписал его молитву в Библию, переписал в своих посланиях и передал нам так легко, да, за несколько секунд, просто молитва покаяния. мы когда людям, которые только пришли, говорим, устами своими сейчас повтори, что Иисус твой Господь, что он воскрес из мертвых, и ты спасешься, думают, так легко что ли? Да, так легко это не мы придумали. Вот там на Голгофе все это сложилось. Вот это третье он сказал, Иисус сразу сказал, ты спасен, потому что ты сделал молитву покаяния. Не важно, кто ты такой, важно то, что ты сделал. Мир сейчас смотрит на ярлики людей, не на поступки, а на ярлики. Иисус смотрит на поступки. Не важно, какой ярлик на тебя прикреплен миром, важно, кто ты есть. Разбойник, злодей, смертник. Но сказал важную вещь, важную вещь. Я грешник, ты безгрешен, ты Бог Господь, и ты придешь. Безгрешен Бог придешь. Вот слова молитвы покаяния. Иисус стоит на кресте, висит на кресте, то есть сам прошел этот путь, сам, никого нету рядом, но кто-то единственный в мире человек. Единственный в мире, я не знаю, откуда он все это понял, но это единственный в мире человек, который верил во Христа. Никто больше. Никто. Вы замечаете, ни один из учеников не стоит рядом со Христом, вот здесь, и не говорит, Иисус, ну терпи еще чуть-чуть, ты сейчас нас спасаешь, спасибо тебе, терпи еще, я знаю, тебе больно, но прошу тебя, ты сможешь, ты победитель, ты же царь, терпи еще чуть-чуть, и ты нас всех спасешь, миллиарды людей спасешь, никого нету, никого нету, он из Иерусалима вышел только один, сам, без никого. Знаете, где они? Луки 23, 49. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Они вдали стоят и смотрят на шоу. Все, написано, стояли вдали и смотрели, как Иисус на кресте спасает их и не верили в это. Ни одного не было, чтобы не стоять, а участвовать в этом. Не вдали, а рядом стоять, сказать Иисус, ты победишь, ты сможешь, все хорошо. Почему? Я не знаю, почему должен какой-то Симон, Киринийанин, или как там называется он, какой-то никто связанный со всем этим. Ни политик, ни религиозный, ни какой-то хороший, не знаю, там работяга, человек, который со своего поля возвращался уставший домой. Почему он, нож, должен нести крест Христа? А где ученики? Где ученики, чтобы помочь Христу? Это единственный, представляете, единственный человек, кому ты должен, я должен, кроме Христа. Это Симон Киринийанин. Вы заметили, что мы должны ему? Симон Киринийанин, который вместе со Христом хоть как-то участвовал в нашем спасении, он нес крест. Представляешь, какой-то Симон, кого мы не знаем. Хотя Библия, знаете, она солидарна к людям. Вот про Павла, про Петра, про других апостолов столько не написано, сколько об этом Симоне. вы заметили, там очень много написано о нем. Написано, что он имел поле, возвращался с поля, у него было два сына, именно сыновей написано все. Ты не найдешь ни о каком апостоле столько информации? За две секунды Библия много чего говорит об этом человеке. Я думаю, его поколения благословены до сих пор, потому что это реально единственный человек, который помог нам спастись. Он единственный, который как-то как-то вмешался в этот проект спасения, помог Христу нести крест, крест, который был ради меня и тебя. А ученики вдали стоят и смотрят. Знаешь, Иисус каждый день продолжает идти в Голгофу до сих пор. Давай не будем наблюдателями. Давай не будем просто по Ютубу, по телевизору, по, не знаю, по церковной информации слышать, как люди спасаются. Это наша доля, наш удел, да? Давай не будем вдали сидеть и смотреть. Трое шли на Голгофу. Один шел отвергать, другой давать, а третий взять. Знаете, с первым-то ясно. я хочу чуть-чуть еще говорить про Третьевы. Это хорошее место. Хорошее, когда ты, будучи в миру, там на первом, спускаешься с этого креста и приходишь сюда. Приходишь ко Христу и говоришь, Иисус, я свою жизнь тебе отдаю. Отныне ты мой Бог, ты мой Господин. Это хорошо, это благословенно. Но знаете, это очень опасный крест. Очень опасный крест. Многие христиане там висят уже лет 20-30. Это крест, где ты приходишь и говоришь, Иисус, дай, дай хорошее отношение, дай мне, не знаю, исцеление, дай мне богатство, дай, дай, дай. Знаете, неплохо просить у Христа что-то. Плохо, когда ты в этом постоянствуешь. Знаете, нормально, когда трехлетний ребенок приходит каждый день и дергает тебя за штани и говорит, дай конфету. Ненормально, когда уже тебе 60, ему 40, он все равно дергает. Это уже ненормально. Понимаете? Вот есть люди, которые висят здесь уже лет 40. Дай, 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 дай. Это время прошло. Иисус не сказал там ученикам, оставайтесь там, просите каждый день и все будет хорошо. Знаете, что Он сказал? Я прочитаю это место. Марка 8, глава 34 стих. И подозвав народ с учениками своими, сказали им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою обречь, сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Знаешь, хороший крест этот крест, но опасно там оставаться. Это входная дверь всего лишь. Это входная дверь. Там трапезы нету. Трапезы в гостиной. Тебе нужно спуститься. Ты пришел сюда, вот мы стояли здесь, потом поняли, что-то не так. Без Христа не важно, что ты, кто ты. Не важно, сколько ты имеешь, что ты имеешь. Не важно, насколько ты богат, насколько ты мудр. Если нету Христа, ты бедный и немощный. И мы поняли, спустились с этого креста, пришли сюда. Пришли и говорим, Иисус, дай нам спасение. Иисус отдал нам это спасение. Ненормально висеть здесь. Здесь мы приняли спасение. Нам нужно спуститься отсюда и подняться на этот крест. Вот сюда. Возьми свой крест и иди за мной. Куда, Иисус? А что я сделал на кресте? Я дал. Я отдал. Куда еще отдавать? Что отдавать, Иисус? Ты же уже отдал свою жизнь. А ты отдай свое время, свои уста, свой бумажник, свой, не знаю, кошелек. Отдай все ради меня. Посвяти мне. Вы знаете, вот кое-что хочу сказать. Я пожертвования собираюсь не буду, не беспокойся. Но кое-что скажу. Когда ты на дороге сто рублей получаешь, находишь, хорошо себя чувствуешь, да? Хорошо. Пять тысяч рублей, извини, извини. Пять тысяч рублей, случайно, пятитысячную банкноту находишь. Ты же хорошо себя чувствуешь. Но знаешь, есть чувства, которые лучше этого. когда ты даешь. Вот когда ты берешь, ты хорошо чувствуешь. А когда даешь, ты себя человеком чувствуешь. Вот в чем разница. Хорошо или человек. Когда ты даешь, это другое ощущение. Как будто ты сид, наполнен, ты что-то сделал внутри. Ты себя чувствуешь человеком. Иисус поэтому сказал, лучше дать, чем взять. Лучше человек, чем хорошо. Да? Лучше дать, чем взять. И вот Иисус говорит, возьми свой крест, иди за мной. Три Голгофи, три креста, три дороги на Голгофу. Выбор всегда между нами. Сам решаем, ты сам решаешь, куда идти. Висят три наказанных людей за смертью. И сказал Иисусу он, помяни меня, Господи, когда придешь в царстве твоем. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, нине, нине же будешь со мной в раю. Знаете, что говорит преступник? Иисус, когда-нибудь ты воскреснешь, когда-нибудь ты вернешься к своим царствам, чтобы царствовать. Если есть у меня хоть какой-то шанс, вспомни меня. Вспомни меня, Иисус, когда придешь в твоем царстве. Знаете, что говорит Иисус? Слушай, у меня с этим, с памятью проблем нету, не забуду. Но давай не откладывать. Я не Бог завтрашнего дня, я Бог сегодняшнего дня. Сегодня со мной будешь в раю. Ни завтра, ни послезавтра, ни когда приду. Если бы ты знал, когда я приду, ты в омрак упадешь, потому что это будет долго. Но сегодня со мной будешь в раю. Сегодня со мной, потому что я Бог сегодня. Вот. Две минуты для спасения. Две минуты, осознанных две минуты. Ты непорочная жертва, ты Бог и ты придешь. Этого достаточно. Сегодня со мной будешь в раю. Так здорово, что мы послушали эту проповедь. Я уверена, что она принесет нужные перемены вашей жизни. И возможно, кто-то из вас первый раз слушал эту проповедь или есть те, кто не ассоциирует себя вот с христианством и с тем, о чем вы услышали. Тогда хотел бы вас пригласить к вашей первой молитве покаяния. С нее обычно начинается христианская жизнь. Это молитва, в которой мы признаем, что не все было правильно в нашей жизни, что у нас были какие-то грехи перед Богом, и мы приглашаем Иисуса Христа в нашей жизни. Итак, если это для вас, то давайте вместе сейчас закроем глаза. Я буду произносить слова, вы просто повторяйте их за мной, но произносите их от своего сердца, как будто свои собственные. Итак, давайте закроем глаза. Дорогой Иисус, я прошу прощения за все мои грехи, которые я совершал осознанно и неосознанно. Благодарю тебя за твою жертву на кресте две тысячи лет назад. Сейчас я прошу тебя, чтобы ты научил меня, что значит жить в мире с тобой, что значит быть христианином. Спасибо за то, что ты принял меня в свою семью. Благодарю тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И если это вы тот, кто произнес первый раз эту молитву, и слова этой молитвы вас действительно коснулись, то мы хотели бы оставаться с вами на связи, поэтому свяжитесь с нами любым из способов, которые вы увидите на вашем экране. И также, как всегда, мы благодарим тех из вас, кто финансово поддерживает наше служение. Мы верим, что вместе мы можем больше, поэтому действительно спасибо. И если вы хотите присоединиться к этой работе, то также можете сделать это любым из способов, которые вы видите на ваших экранах. И, конечно же, напоминаем вам о том, чтобы вы подписывались на наш канал, на котором регулярно выходят новые видео, которые помогут вашей духовной жизни и вашему духовному развитию. Это очень важно. Поэтому ждем вас всегда в комментариях, ваши отзывы, ваши вопросы, чтобы и мы развивались и были лучше для вас, и чтобы мы видели, что действительно вам это помогает и вам это нужно. Будем с вами на связи и всех благословений!